здравствуйте друзья сегодня мы поговорим о теме которая волнует многих из нас это долги вы когда нибудь чувствовали что финансовые обязательства словно тяжелый груз тянущий вас на дно или может быть вы просто устали от бесконечного цикла счетов и кредитов который кажется неразрешимой головоломкой не волнуйтесь вы не одиноки в этой борьбе статистика показывает что миллионы людей сталкиваются с подобными проблемами каждый день но важный момент который стоит понять есть выход и он доступен каждому сегодня расскажу вам о пяти проверенных способах которые не только помогут вам избавиться от долгов но и вернут финансовую свободу в ваши руки эти методы просты понятны и что самое главное эффективны они помогли многим изменить свою жизнь и я уверен что сработают и для вас так что устраивайтесь поудобней приготовьте сделать записи и давайте вместе сделаем первый шаг к свободе от долгов осознание и анализ долгов начните с признания того что долги это не просто числа а результат ваших финансовых решений это первый шаг к восстановлению контроля над вашими финансами возьмите бумагу и ручку или откройте таблицу на компьютере запишите каждый долг который у вас есть не упуская ничего даже самые мелкие задолженности укажите для каждого долга текущую сумму процентную ставку и минимальный ежемесячный платеж это даст вам четкое представление о том где вы сейчас находитесь разработайте конкретный план который включает в себя реалистичные сроки погашения каждого долга это может быть долгосрочный план но он должен быть выполнимым и вести к вашей цели полному избавлению от долгов метод снежного кома определите ваш самый маленький долг это будет ваша отправная точка маленькие победы важны для поддержания мотивации и погашение маленького долга даст вам первый успех на пути к свободе от долгов минимальные платежи продолжайте вносить минимальные платежи по всем остальным долгам чтобы избежать пений и ухудшения кредитной истории перераспределение средств после погашения первого долга сумму которую вы платили по этому долгу добавьте к минимальному платежу по следующему самому маленькому долгу это увеличивает сумму которую вы платите и ускоряет процесс погашения следующего долга снежный ком растет по мере погашения каждого долга снежный ком становится все больше и больше и вы платите еще больше по следующему долгу это создает ускоряющийся эффект который помогает вам быстрее избавиться от всех долгов. Психологический аспект. Не недооценивайте важность чувства достижения и прогресса. Каждый раз, когда вы полностью погашаете один из своих долгов, вы получаете дополнительное подтверждение того, что ваш план работает, что увеличивает вашу мотивацию продолжать. Третий метод. Отказ от новых долгов. Остановите цикл накопления долгов, отказавшись от использования кредитных карт и получения новых займов. Это может потребовать временных жертв, но важно прервать зависимость от заемных средств для покрытия текущих расходов. Создание бюджета. Разработайте бюджет, который учитывает все ваши доходы и расходы. Кстати, об этом у нас есть подробный ролик на нашем канале. Ссылка будет здесь. В нем я подробно описываю о том, как управлять своими доходами и расходами. Определите обязательные расходы, такие как жилье, питание и заложите небольшой процент на непредвиденные траты. Важно установить четкие границы для развлечений и других несущественных расходов. Поиск альтернатив. Ищите способы сократить расходы, такие как покупка более дешевых альтернатив товаров, использование общественного транспорта вместо личного авто или приготовление еды дома вместо посещения ресторанов. Экономия как привычка. Сделайте экономию естественной частью вашей жизни. Это может включать в себя сравнение цен перед покупками. Исключение импульсивных покупок и поиск скидок и акций. Целевое сбережение. Откладывайте средства на важные цели или покупки вместо того, чтобы брать их в кредит. Это поможет вам избежать процентов и дополнительных долговых обязательств. Рефинансирование и консолидация долгов. Если у вас есть несколько долгов с высокими процентными ставками, объединение их в один кредит с более низкой ставкой может существенно уменьшить общую сумму выплат. Это упростит управление вашими долгами, так как вам нужно будет следить только за одним платежом, а не за несколькими. Условия досрочного погашения. Прежде чем рефинансировать свои долги, убедитесь, что вы полностью понимаете условия досрочного погашения текущих кредитов. В некоторых случаях могут взиматься комиссии, которые могут сделать рефинансирование менее выгодным. Долгосрочная экономия. Рассчитайте общую экономию от рефинансирования и консолидации долгов, учитывая снижение процентной ставки и изменение срока кредита. Это поможет вам понять, насколько выгодным будет переход на новые условия кредитования в долгосрочной перспективе. Кредитный рейтинг. Помните, что рефинансирование может временно повлиять на ваш кредитный рейтинг. Однако, если вы будете своевременно выплачивать новый кредит, это улучшит вашу кредитную историю в долгосрочной перспективе. Поиск профессиональной помощи. Если вы чувствуете, что утратили контроль над своей долговой ситуацией, не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалам. Финансовые консультанты могут предложить вам индивидуальные решения, основанные на анализе вашего финансового положения. Кредитные советники. Эти специалисты помогут вам разобраться в структуре ваших долгов, определить приоритеты в погашении и разработать план действий. Они также могут представлять ваши интересы в переговорах с кредиторами для получения более выгодных условий погашения. Некоммерческие организации. Существуют организации, которые предоставляют бесплатные и недорогие консультационные услуги для людей, страдающих от долгов. Они могут предложить вам образовательные ресурсы и инструменты для управления долгами. Юридическая поддержка. В некоторых случаях вам может потребоваться помощь юриста. Особенно если вы столкнулись с судебными исками от кредиторов или рассматриваете варианты банкротства. Юристы, специализирующиеся на долговых вопросах, смогут защитить ваши права и помочь найти наилучшее решение. Персонализированный подход. Помните, что каждая финансовая ситуация уникальна и то, что работает для одного человека, может не подойти другому. Профессиональные консультанты подберут стратегию наиболее подходящую именно для вашего случая. И вот, друзья, мы подошли к концу нашего пути по избавлению от долгов. Мы рассмотрели 5 эффективных стратегий, которые помогут вам вернуть контроль над своими финансами. Помните, что каждый шаг, который вы предпринимаете, приближает вас к жизни без долговой нагрузки и открывает двери к финансовой свободе. Если вам понравилось это видео и вы нашли здесь полезную информацию, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями, которые также могут искать пути к финансовому благополучию. Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые видео, которые мы готовим для вас. И не стесняйтесь оставлять свои комментарии ниже. Может быть, у вас есть свои секреты по управлению долгами или вы хотели бы узнать больше о какой-то конкретной теме. Ваши идеи и предложения помогают нам делать контент еще лучше и полезнее. Спасибо за просмотр и помните, ваше финансовое благополучие в ваших руках. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока!